Очередная диалоговая площадка прошла в Гродно. В этот раз ее работа была посвящена вопросам создания и функционирования партий, а также конкретным предложениям по изменениям в Конституцию Беларуси. Это уже четвертая подобная встреча, и она, пожалуй, отличалась своей насыщенностью предложений и подготовленностью участников к разговору. Это в прямом смысле является основным институтом демократии, потому что мнение людей, мнение общественных объединений, политических партий, гражданского общества таким образом доносится до государственной власти, до высших эшелонов государственной власти. И принятие такого рода предложений, это по существу есть, принятие тех идей, которые вызревают в недрах общества. На встрече для обсуждения вносимых предложений и инициатив присутствовали члены обеих палат парламента Беларуси, депутаты городского совета депутатов, гражданские активисты, юристы, представители политических партий. Свои предложения в любом виде можно присылать на сайт Гродненского облсполкома, и в преддверии этой четвертой встречи прислали даже целый проект обновленной Конституции. Среди прочего в очередной раз поднимался вопрос по изменениям в избирательном процессе. В разделе 5 Конституции Республики Беларусь необходимо следующее базу, в принципе, считаю включить право гражданского управления определить, что местное самоуправление – это форма публичной власти, которая не входит в систему органов государственного управления. Неоднократно в ходе встречи звучали и мнения о том, что белорусский парламент должен стать однополатным. Сейчас в этом законодательном органе работают две палаты – Совет Республики и Палата представителей. Если мы говорим о том, что мы работаем над изменением избирательного законодательства и налоги ее, меняем посуды избирательных местных органов власти, соответственно, если уже эта работа будет проведена качественно адекватно, то понятно, что и члены церкви будут уже избираться более согласно, если вы считаете, что сейчас у меня есть проблемы. То есть это, как бы, одна из существований, которые есть, но фактически она решается не только путем приводных конституций, но и анализов правоприбедительной практики функционирования Палата в настоящий момент, изменения на уровне, если можно. Но сама вот идея двухпалатного парламента, не только наша идея, она функционирует очень многие в рамках этой системы, но оказалось ее эффективнее. Неоднократно при обсуждении тех или иных изменений в качестве примеров положительных или тех, которые лучше не перенимать, упоминали и опыт других стран – России, Швейцарии и Казахстана. Одни предложения воспринимались единодушно хорошо, по другим дискутировали, третий вызывали скептицизм у всех сторон разговора. Среди предложений к закреплению в Конституции звучали и предложения по отмене смертной казни, отказу от срочной службы в армии и переходу на контрактную форму службы. К слову, это предложение озвучивалось и ранее на других диалоговых площадках. Отдельные предложения касались учреждения новых органов в стране. Это введение должности уполномоченного по правам человека. Это может быть либо независимая организация с государственными финансированиями, юридическими правами, в том числе и законодательными инициативами. Ибо председатель может назначаться, например, парламентом, либо даже президентом, но согласованием с комитетом по правам человека. Немало внимания было уделено и вопросу создания и функционирования политических партий. Сегодня в обществе существует запрос на более конкретную и активную деятельность партий в жизни страны. В целом разговор длился несколько часов. Впрочем, это не последняя такая встреча. Поскольку предложений по-прежнему поступает очень много, все они должны быть рассмотрены и вынесены на обсуждение широкого круга представителей самых разных слоев общества, в том числе гражданских активистов. У людей есть возможность через сайт облсполкома подать свои предложения без участия в диалоговой площадке. И вот проведенные по социальной, по молодежной политике, по повышению роли местного самоуправления, дискуссии прошли очень плодотворно. Часть предложений была обсуждена экспертами и поддержанным. Оно будет оформлено и передано в республиканскую органу власти. Часть предложений в ходе дискуссии была, скажем так, обоснована о том, что если мы их примем, это никаким образом не улучшит, а во многом даже ухудшит функционирование системы управления жизнью людей.